Я никогда не записывал этого видео, но это такая личная история, когда многие вещи, даже для тебя, вроде указав кажущимся, все это аминь, это вот это, как это может быть так, на самом деле это в том числе десница Божья, которая ведет тебя к лучшему, а ты думаешь, что это конец. Знаете, недавно в памяти была Иоанна Златоуста, и вот эта история, она будет не коротенькая, но если кому интересно из моей личной жизни узнать пути Господни, послушайте. Служил я в Ельске, и вот произошло так, что мне вечером приносят письмо, я открываю, начинаю читать, а там ксерокс письма, думаю, кто это, что это за моральный урод, о ком это вообще написано? В итоге оказалось, что это за меня написали, написали жалобу на имя правящего архиерея тогда, владыки Ситера, царство ему небесное, замечательный был архиерей, который меня рукополагал. И в этом письме было написано, что неуважительно, непочтительно относятся к пожилым людям, на исповеди выуживают у кого какие-то доходы, еще что-то, зачем мне вообще никогда в своем бы разобраться. Системная пропускать службы один раз пропустил, когда в аварию попал. И потом уже, когда придя домой, читая, я понимаю, что это за меня, ну, где тут вообще хоть один пункт соответствующий. Я понял, что, по сути, а текст такой, что написано от настоятеля, где служил, настоятель по-мирскому, это как директор храма. Я не понимаю, как же, я целыми днями пашу, прихожу, выключаюсь, включаюсь, и опять вперед, батюшка больной, у него проблемы со спиной, не может служить, что делать? Я прихожу на следующий день и говорю, батюшка, а что это такое? Даже некоторые слова вам, они не присущи, вы не знаете таких слов. Вот это так, да, все. Я понимаю, что это, конечно же, дело рук его матушки. Она побоялась, как в итоге потом я так доразумел, что на фоне моей гиперактивности, деятельности, что сделал такую определенную рекировку, меня поставят на его место, настоятелем он будет штатный, поскольку он особо не может трудиться, только чуть-чуть когда-нибудь может быть помочь. Тогда, конечно, была у меня обида, злоба, но как же так? Потом я понял, что это все-таки забота Божия. В общем, возвращаясь в служимый День памяти Иоанна Златоуста, но не нахожу я икону Иоанна Златоуста, отберу икону Трех Святителей. Думаю, ну нет, Иоанна Златоуста, помолюсь сразу им всем, как они своими молитвами спросят у Господа, лучше для спасимой души, пусть будет так и будет. В общем, едем мы, помолились, едем мы к нашему дорогому архиерею, и вот он сидит, смотрит, говорит, ну как же так? Это же не первый случай такой, что вы, священника, пытаетесь убрать с прихода. Надо всегда помнить, что человеческий фактор везде присутствует, а в церкви он еще больше, почему? Потому что человек идет к Богу, а Луковый не хочет этого, и он с разных сторон может пытаться тебе подставить под ножку, чтобы ты оступился, отрекся, может, даже на фоне человека от Бога. Но никогда нельзя забывать, что Господь никогда тебе не бросает, Он всегда рядом. И вот этот дальше случай именно о том. И вот я внутри сижу, у меня борется, я еще молодой, и вот я про себя думаю, сейчас я некоторые вещи скажу, и вообще уберут с Ним. Знаете, такое между злобой и местью, и Господи, ну он же в возрасте, у него больная спина, у него дети, ему еще детей, а я еще молодой, я могу еще понести, ну не с ним, в другом приходе, главное, что с тобой, Господи. И вот это борется, борется внутри, и тут наш дорогой владыка поворачивается на стену, а там у него календарь был, и он говорит, отец Константин, вместе вам уже, конечно, в мире не служить. Езжайте вы в станицу Ленинградскую, в храм трех святителей, там будет скоро престольный праздник, будете служить там. А мы как военные, куда послали, там мы служим. Указ получили и вперед. Я молился трехсвятителям в последнюю службу, просил их молитвенно ходаться ко Господу, чтобы как лучше для спасимой души. И здесь меня в трехсвятительский храм отправляют. Естественно, у меня сразу все сняло, как рукой. Я понимаю, что это десница Божия. И понимаю, что я не знаю, что меня там ждет, а здесь в храме несколько бабушек пела. Очень маленькая запада. На сегодняшние деньги около 10 тысяч плюс-минус у меня было. Я хотел, имея хорошие вокальные данные, выйти громогласно, паки-паки, и чтобы я тебе хор ответил, чтобы у меня деятельности больше было. Ну, как-то вот мне потенциал требовал. Меня переводят в станицу Ленинградскую. Море трудиться. Никто не мешает. Делай. Ну, только, естественно, что во благо это было церкви и слава Божию. Зарплата в два раза больше. Все, чего ты даже не ожидал у тебя больше. И ты понимаешь, как Господь заботится. Ты сначала думаешь, катастрофа, все, предательство и тому подобное. А на самом деле Иоанн Кристианкин говорит замечательно. Не торопись. Помолись. И ты увидишь, как Господь все поставит на свои места. Вот эта история, которая очень такая личная, трепетная, говорит о том, что порой тот, кто вроде тебе сейчас не друг, он, по сути, твой друг, который в итоге, благодаря которому, вернее, и в итоге ты получишь даже больше по смирению. Гордым Господь противится, а смиренным дает благодать. В тот момент я внутри боролся, провел где-то терпение, смирение, и Господь, вы посмотрите, как дал. И сегодня я служу уже, конечно, в Ленинградском, на другом приходе. Еще больше благодарен Богу, что эта ситуация произошла. У меня замечательный приход. У меня не приход, а семья. Я с радостью иду служить. Я с радостью с ними общаюсь. Мы что-то можем сделать вместе. Это счастье. Сегодня сугубо счастлив, что произошла та ситуация, когда вот это письмо, которое, по сути, не про меня, стало мне таким билетом в счастливую, церковную, Божию жизнь. Поэтому, когда у вас придет что-то тяжелое в жизни, не торопитесь. Может быть, это тоже Господь управляет. Может быть, болезненно, но это на будущее. За все надо благореть Бога. И за радости, и скорби. Храни вас Господь. Аминь.